Покупать телефон школьнику или нет? Прежде чем принять решение, важно ответить себе на вопрос «Зачем?». Прежде чем понять, нужен ли вашему школьнику телефон, нужно ответить себе на несколько вопросов. Будет ли ваш ребёнок находиться без взрослых? Возможно, ребёнок боится общаться с учителем. Возможно, вы боитесь, что у ребёнка случится недомогание, и он постесняется обратиться за помощью к учителю. Вот когда вы дадите себе ответы на эти вопросы, только тогда и стоит принять решение. Со школой у родителей ассоциируется детская свобода. Но, как правило, в первом классе дети ещё не добираются до школы самостоятельно. К тому же, буквально год назад в детском саду малыш прекрасно обходился без гаджета. А всего за год ребёнок точно не стал более беззащитным. За покупку телефона как раз те родители, которые считают, что первокласснику телефон нужен в случае непредвиденных обстоятельств или каких-то форс-мажоров. К примеру, внезапное изменение расписания. Но не забывайте, что сейчас в каждом классе есть родительский чат вместе с учителем, и в случае чего учитель точно поставит вас в известность. В некоторых школах есть определённые правила использования мобильного телефона. К примеру, звонить родителям или писать сообщения разрешают только на переменах. Но велика вероятность, что после долгого сидения за партой вместо того, чтобы размяться, ваш школьник всю перемену проведёт у экрана. Для первоклассников это редкость, но если ваш ребёнок добирается до школы и со школы самостоятельно, и ещё и на общественном транспорте, то ему определённо нужен телефон. Но есть мнение, что первоклассникам лучше покупать не навороченный смартфон, а кнопочный телефон, с помощью которого он сможет позвонить родителям или, в крайнем случае, отправить смс. Плюсы в покупке гаджета тоже есть. 7-8 лет – подходящий возраст для того, чтобы начать обучаться пользованием телефона. К тому же здесь и чтение сообщений, и печатание текстов. А это тренировка правописания и грамотности. Нужен телефон или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет даже у специалистов. Решение за родителями. Но психологи уверены, что покупать телефон ребёнку, чтобы избавиться от собственных страхов, не стоит. Гаджет не избавит ребёнка от стеснительности, а родители не избавят от страхов. И ещё важный момент. Чем ребёнок младше, тем меньше времени он должен проводить в гаджетах.